Всех приветствую, дорогие зрители канала Герчик и Кос. С вами Виктория Осипчук. Тема данного видео будет, почему трейдинг нельзя сравнивать с другими видами деятельности. Многие сравнивают трейдинг, особенность сравнивать с какой-то азартной игрой, с каким-то азартным видом деятельности, что это якобы игра, что здесь нужно удваивать, так называемые ставки, удваивать сделки, увеличивать объемы при торговле, что в принципе это в корне неправильно. Поэтому в данном видео я расскажу вам, с какими видами деятельности нельзя сравнивать. Эти виды деятельности, в принципе, это обычная работа в жизни человека, с которой он сталкивался на протяжении своей жизни до трейдинга. И, соответственно, когда человек начинает заниматься трейдингом, это немножечко такое, можно сказать, даже отрешенное дело, вовсе не похоже на какое-либо другое дело. То есть совершенно оно в стороне, эта деятельность, его вообще нельзя сравнивать ни с каким другим видом деятельности. Вот как раз сегодня по пунктам я вам расскажу, что конкретно именно отличает трейдинг от другой работы. Первое. Так называемая сдельная работа. Что значит сдельная работа? Это может быть любая работа, взять торговлю, да, именно в жизни, да, там какой-то магазин, возможно, или какой-то другой вид деятельности, неважно. Сдельная заключается в том, что вот сколько вы отработали, да, допустим, дней или часов, то есть чем больше вы часов отработали, тем больше вам заплатили, да, например, начальство. Чем больше вы отработали дней, тем больше вам, тем больше вам получается, тем больше вы получаете заработную плату. Или чем больше вы продали товаров, там, или чем больше вы заработали какие-то проценты, да, от продаж и так далее. То есть сдельное именно количество, да, объем работы, которую вы делаете, это называется сдельная работа. Трейдинг нельзя назвать сдельной работой. Здесь наоборот, да, то есть нет такого, что чем больше вы сделок сделаете, тем больше вы заработаете. Такого не может быть, потому что иногда бывает сделок вообще нет, да, на сегодня, и вы не можете зайти. Или есть одна сделка, и вы с нее только там эти 100 долларов, допустим, да, у вас стейк профит, 100 долларов, все, и 100 долларов вы на сегодня заработали. Вы не можете еще где-то 100 долларов заработать или еще 100 долларов, вы не можете зайти там, где нету точки входа, да. Поэтому трейдинг называть сдельной работой нельзя, и сравнивать трейдинг с таким видом деятельности, как сдельная, тоже нельзя. Второе, посменная работа. Что значит посмена? То есть вы 3 дня отработали, 2 дня отдыхаете, или 2 дня отработали, 2 дня отдыхаете. В трейдинге так не работает. Нет такого, что вы 2 дня поработали, 2 дня отдохнули, или 4 дня поработали, 1 день отдохнули. В принципе, трейдинг, он сам вам показывает, когда вы отдыхаете, когда вы работаете. То есть вы заходите в рынок, вы его анализируете, у вас это должно быть ежедневно, да, если вы торгуете тем более внутри дня, а многие торгуют внутри дня, да, как-то совмещают среднесрочную торговлю, вы, в принципе, если вы хотите зарабатывать, да, вы хотите постоянно быть в рынке, постоянно находить какие-то интересные сценарии на графике, ваша задача каждый день смотреть и анализировать рынки, да, если вы торгуете несколько рынков. Поэтому говорить, что это посменная работа, что вы сегодня вот захотели, конечно же, все зависит от вашего, там, самочувствия, от вашего настроения, от вашего желания, потому что трейдинг, в принципе, он, в чем плюс, да, это деятельность, что вы сами, как бы, сами себе хозяин. То есть если вы, например, захотели, вот вы поторговали вчера хорошо, у вас был хороший день, да, прибыльный, допустим, сегодня вы хотите отдохнуть, ваше право, вы можете сегодня отдохнуть, там, через пару дней, например, приступать опять к деятельности. Но, опять же, это все зависит от вас, да, то есть вам это никто не говорит, что вы должны отработать сегодня, там, три дня, да, там, или, там, пять или семь дней подряд, поэтому трейдинг именно посменной работы тоже нельзя назвать. Ну, то есть я про что говорю, да, человек, например, всю жизнь отработал, у него был посменный график работы, тут он приходит трейдинг, и он, как бы, немножко, возможно, дезориентируется, потому что не понимает, да, что нужно, там, каждый день сидеть в рынке, допустим. Особенно в самом начале вы должны, там, желательно, там, побольше времени находиться в рынке, там, смотреть графики. При торговле тоже все зависит от вас, вы торгуете внутренне, а либо вы торгуете среднесрочно, вы, там, смотрите, например, вообще один раз в неделю, там, в понедельник, например, проанализировали рынок, все, вам этого достаточно. Какие-то мелкие локальные сценарии, там, внутри дня вам, допустим, неинтересно. То есть вы сами себе уже прописываете эту смену, да, так называемый, ваш режим, как вы работаете, в каком режиме, все зависит от вас. Третье. Работа-оклад, да, что это значит? Работа-оклад, это значит, вы получаете, вот вы, если в жизни, да, взять любую работу, да, вот просто вот так вот в реальности, то это значит, что вам вот платят определенную фиксированную сумму, да, по договору вы получаете определенную фиксированную сумму в месяц. В трейдинге не так. В трейдинге непонятно, какая сумма будет в этом месяце. 100 долларов, 200, 300 или 50 долларов, все зависит от рынка, да, все зависит от рынка и, на самом деле, все зависит от ваших активных действий, от вашего анализа рынка, да, как вы анализируете, как вы подходите к торговле, когда вы заходите, да, берете ли вы все сценарии, например, да, все возможности на рынке, которые, допустим, Форекс, да, у Форекс не такой огромный, где не так нужно много времени уделять, чтобы проанализировать этот рынок. А акции, да, если брать акции, то акции, например, сегодня какие-то сектора не ходят или какой-то определенный индекс там NASDAQ, например, акции NASDAQ стоят, а акции Nights, например, идут неплохо, да, определенный сектор идет. Ну, допустим, да, то есть здесь уже вы начинаете выкручиваться, допустим, у вас были какие-то убытки, тут вы начинаете подключать какие-то хорошие сценарии, которые вы нашли. Поэтому назвать трейдинг именно такой фиксированной какой-то суммой в месяц, которую вы получаете, тоже нельзя, потому что вы, это невозможно просчитать, невозможно, сделка может быть без убыток, сделка может быть убыток. То есть вы точно рассчитали эту сделку как на прибыль, но вы в итоге получили с ней убыток, то есть как бы просчитать тоже нельзя. Вообще стопроцентного какого-то сценария и точки входа в рынке нет, стопроцентного. Есть 90% такая хорошая вероятность, да, скажем так, хорошая вероятность, но тут важна система, тут главное соблюдать риски, потому что если вы сегодня получили убыток, значит там через какое-то время вы получите прибыль, это 100%, вот это я могу сказать 100%, что трейдинг это система, здесь я могу сказать, да, это 100% система. То есть не бывает там убытки постоянно там неделя за неделю такого, если вы торгуете давно и вы знаете свой сценарий, вы знаете, что ваша торговая система работает, просто такая фаза рынка. То есть это нормально, здесь главное подстраиваться и ждать своей точки входа, и рынок обязательно даст заработок. Поэтому третья работа-оклад это все-таки трейдинг, это не оклад, то есть это не фиксированная какая-то сумма в месяц, все зависит от рынка, да, соответственно здесь нужно подстраиваться, здесь нужно иметь соответствующий счет, который вам позволит даже в плохой рынок что-то там заработать и чтобы вам хватало на жизнь. Это, конечно же, все зависит от вас и от вашего депозита. Четвертое. Азартный вид деятельности. Это самое такое распространенное, люди путают, да, азартный, в чем проявляется азарт, вообще в чем проявляется в принципе азартный вид деятельности. Да, взять, взять какой-то какие-то автоматы там или казино, и возможно какие-то ставки, да, человек делает ставку, да, у него идет прибыль, он ее удваивает, утраивает, то есть он хочет взять больше. Здесь, соответственно, играют роли жадность, эмоции, да, в трейдинге категорически нельзя включать эти эмоции, их вообще здесь не должно быть. То есть, понимаете, трейдинг вообще, рынок, графики, там есть определенное техническое движение, которое вам сегодня дали, и все, не нужно там ничего трогать, вам дальше никуда не дадут, рынок дальше вам не даст заработать. Вот на сегодня, например, евро-доллар дал вот столько расстояния в шорт, допустим, он прошел, все, вот его не надо трогать, ни в лон, там, ни в шорт, ни как-то там его пытаться что-то с ним сделать, ничего не надо делать. Вам сегодня дали вот столько заработать, значит, вам сегодня дали столько заработать. Там, завтра вам дадут столько заработать, допустим, или вообще вам не дадут заработать, то есть все зависит от рынка, да, и от вашего подхода к торговле, у вас вообще не должно быть эмоций, у вас все должно быть прописано, да, что вы делаете, а что вы не делаете. Поэтому азартные деятельности я вообще рекомендую тем, кто особенно начинает вообще не слушать никого, особенно многие, да, скептицизм трейдингу, что это игра, это не игра, это не игра, это кажется игрой, кажется, что здесь везде можно заработать, не везде, да, то есть, скажем так, рынок никогда не дает просто так какие-то вот сумасшедшие движения. Все закономерно, все движения, они закономерны, есть как определенный технический закон, есть фундаментальные, да, какие-то факторы подключаются, поэтому все взаимосвязано. Не говорить, что трейдинг это непонятно, что это какие-то цифры, прибыль вот эта непонятная какая-то, а вдруг что, а вдруг повезет, вообще такого нету, повезет, там, или чего-то ждать, какой-то удача, успеха, такого нет. Есть техника, есть система, есть закономерность. Пятое, нормированный рабочий день. Что значит нормированный? Например, человек, он там всю жизнь работал, да, по 8 часов работал, там, с 8 утра, допустим, там, до 5 вечера, там, или до 6, ну, и все. Он понимает, что вот у него день начался, день закончился рабочий, день начался рабочий, день рабочий закончился. В трейдинге по-другому. Почему? Потому что, во-первых, смотря какой рынок вы торгуете. Если у вас часовые поясания особо сходятся, да, особенно какому-то рынку, там, к акциям, например, вот как я. У меня Форекс более-менее, я днем, вечером торгую, а ночью у меня открываются акции. Я люблю акции торговать. Я также смотрю, делаю домашку, делаю на лице рынка, поэтому мне приходится, там, час-два, там, занять свое время, именно ночных часов, когда я уже должна спать, я смотрю акции. Но, опять же, это все зависит от меня, я могу это и не делать, но у меня есть желание, я это делаю. Поэтому говорить, что трейдинг, он такой, конкретно фиксированные ваши часы, да, вот вы конкретно знаете, сколько вы в день работаете, тоже не особо, не особо правильно, наверное. Хотя вы можете делать домашнее задание, как я. Я, например, знаю уже конкретно, сколько у меня занимает, там, анализ рынка Форекс, анализ рынка акций. То есть, именно вот это домашнее задание, анализ рынка, в принципе, я знаю по часам, сколько мне это времени занимает. Но, как я эти сделки веду в течение дня, тоже зависит от рынка. Я могу, в принципе, с телефона, да, зайти, если мне нужно, там, стоп передвинуть, допустим, или, или, там, посмотреть какие-то другие сделки, которые у меня уже записаны в домашнем задании. То есть, все зависимости тоже зависит от рынка, да, смотря какой он. Возможно, новости сегодня выходят, я переношусь все сделки в безубыток, там, новости могут выходить, там, в ночное время, да, мне интересна динамика рынка. Соответственно, здесь я уже сама подстраиваюсь под рынок, да, то есть, нет у меня каких-то определенных часов, когда я, когда я знаю, да, что вот я буду торговать в это время или в это время. То есть, в азиатскую сессию, возможно, мне не дадут очку вклада, дадут вообще в американскую или наоборот. Поэтому говорить, что трейдинг – это конкретно фиксированные какие-то часы, вы себе можете поставить время. Ну, по крайней мере, я говорю сейчас своего опыта, у меня нет какое-то определенное количество часов, от которых я нахожусь в рынке. То есть, я торгую, сейчас зависит от того, конечно, как вы торгуете, я торгую просто многие сценарии, и также и форекс, да, и также акции. То есть, у меня бывает, что форекс, там, я могу сидеть только на американской сессии, азиатскую, европейскую я пропускаю, потому что там ничего нет. Я вижу, что там ничего нету, да, никаких точек входа, никакой предпосылки. Бывает совсем наоборот, когда рынок только открывается на азиатской сессии и дают точки входа. То есть, там я уже начинаю активничать. Поэтому такое более… это ваш график, то есть, это от вас зависит. Вы можете в азиатскую сессию не заходить, если вы спите, или в американскую сессию, если вы спите. Можете торговать там в другие сессии, когда вам удобно. Опять же, вы все подстраиваете под себя. В чем плюс трейдинга? В принципе, вы можете подстраиваться под рынок, да, и уже свои часы, там, свои часы выставлять, да, которые вы все можете позволить на время, которые вы можете позволить себе торговать. Опять же, если этого позволяет рынок. Если вы торгуете, например, в форекс, да, он такой самый наименьший рынок в плане инструментов, то здесь, конечно же, желательно, если вы хотите активно зарабатывать, тут желательно подстраиваться под форекс. Потому что, а бывает такое, что вот сегодня нужно брать прибыль, вот сегодня нужно по мажорам заходить, все. То есть, сегодня, если не зайдете, завтра, послезавтра вам прибыль не дадут. То есть, бывает такое. С акциями проще, потому что акций очень много, всегда есть выбор, можете сегодня вообще отдохнуть, например, не торговать акцией, а на следующий день вы можете что-то, что-нибудь найти, какой-нибудь сценарий. Поэтому, так сказать, резюмирую, да, все эти пункты, давайте про трейдинг конкретно, да, все-таки деятельность, с чем она связана, да, мы сейчас озвучили, я озвучила вам пункты, да, с чем нельзя сравнить. Теперь давайте о том, что трейдинг все-таки, что это такое, да, почему вот он такой вот какой-то специфичный, очень, специфичный очень работает. Трейдинг – это, в первую очередь, гибкость ваша, да, то есть, вот, человек должен быть гибким, ну, что это значит, то есть, подстраиваться, то есть, либо вы сами под себя подстраиваетесь под свой режим дня, да, либо вы подстраиваетесь под рынок. Здесь очень много включается, на самом деле, вообще, голова работает очень достаточно сильно, вот именно, особенно, когда вы начинаете торговать. По форексу, допустим, вот выходит новость, вам нужно записать эти новости, вам нужно понять, заходить перед новостями, не заходить, допустим, да, хотя я не рекомендую, там, переставить без убыток что-то, или не переставить, ваша система, где вы зашли сегодня, да, где вам нужно выйти и так далее. Очень много, на самом деле, действий, но со временем эта вся гибкость, она превращается, как бы, в системность, да, то есть, у вас уже появляется система, там гибкость, соответственно, она также работает, но вам уже эмоционально проще, когда у вас все отточено по системе, даже под системой, что я имею в виду под системой? То, что у вас уже есть определенные сценарии, у вас есть фундаментальный фонд, с которым вы работаете, с которым вы не работаете, ваши точки входа, ваше управление сделкой и так далее, да. Холодность, что значит холодность? То есть, ну, нету сегодня сделок, вы не работаете, все, там, вы получили сегодня 5 убытков, все хорошо, значит, ну, так надо. Вот, если вы получили правильных 5 убытков, правильных по системе, по сценарию, но рынок не пошел, бывает, то есть, такое бывает реже, да, скажем так, все-таки, когда вы получаете по системе, по системе, по крайней мере, у меня, если я получаю убытки по системе, ну, то есть, это больше не систем, не систематически мне это происходит, Это больше, ну, как бы, чаще всего это происходит в каких-то таких редких моментах. Возможно, перед новостями, возможно, когда какие-то глобальные развороты. Поэтому ваши убытки, они должны быть фиксированы, системные, да, и вы должны к ним проявлять вообще никаких эмоций. То есть убыток – это убыток, и они будут, и иногда надо рынку отдать, да, прежде чем что-то у него взять. И следующее – это лояльность и адекватность. Трейдинг – это лояльность и адекватность. Что это значит? Ну, например, вот сегодня новости. Рынок волатильный. Вам нужно с пониманием отнестись к тому, что вот в мире происходят какие-то катаклизмы, что-то происходит, и вы ничего не можете с этим сделать. Рынок – это просто вот какой-то цунами, да, вы не можете против него пойти. Вы просто должны отихонечко отойти в сторону, переждать этот момент, этот день, возможно, или несколько дней непонятный дальше, да, и потом уже пытаться как-то там зайти и уже спокойно торговать. Я всегда говорю, волатильность должна быть нормальная, не сумасшедшая, не затухание какой-то, вот эти вот бары какие-то непонятные, кресты идут, вообще, там, ноль, ноль волатильность, или когда она чересчур бешеная. Она должна быть нормальная, средняя, в которую вы можете зайти и поставить стоп-лосс. Это самое главное. Поэтому гибкость, системность, холодность, лояльность, адекватность – это то, это самые-таки главные компоненты, из которых состоит трейдинг, да, как деятельность. В принципе, все, что я хотела сказать в данном видео. Если вам видео понравилось, было полезно, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчико, кто еще не подписан. И, конечно же, всем успешной торговой, вообще, успешной торговли, да, и всем успешного обучения. Всем до встречи, всем пока. Продолжение следует...